друзья привет знаете ли вы что в подмосковье водится всего лишь два вида змей это уж обыкновенный и гадюка обыкновенная собственно вот она эта гадюка dodge viper srt roadster 2009 года выпуска но можно ли считать эту гадюку обыкновенной давайте сегодня в этом и разберемся я не буду сегодня долго рассказывать историю появления вайпера потому что в целом она общее известно скажу только лишь что по большому счету это дитя двух гениев от автоиндустрии боба луца или якоки в самом конце 80-х годов они решили что концерну chrysler и отделению dodge в частности нужна машина которая бы подстегнула энтузиазм всех работников и заставила бы их ну делать более интересные автомобили ну собственно так появился вайпер но знаете ли вы еще какие-то автомобили dodge того времени которые были бы столь интересны собственно вайпер таким единственным и остался и тут важно понимать что производился он в течение практически четверти века с 1991 по 2017 год да все это время он модернизировался но в любом случае он остался таким гоночным динозавром и наша машина 2009 года выпуска пожалуй в этом смысле ну прям самая такая правильная самая злая и самая беспощадная потому что здесь уже мощный двигатель здесь 608 лошадиных сил они 400 как было у самых первых гадюк но при этом нет никакой страхующей электроники кроме abs если в целом говорить о конструкции вайпера то это просто гоночный силуэт здесь пространственная стальная рама из труб двухречажные подвески по кругу и все кузовные элементы это просто пластик кроме металлической тяжелой крышки багажника но давайте сейчас подробнее посмотрим как же это сварено как же это скручено потому что здесь практически каждая деталь не похожа на то к чему мы привыкли например как открывается капот на вашем автомобиле ну если у вас современный автомобиль то надо просто дернуть два раза ручку подойти и поднять крышку капота если у вас автомобиль нормальный то надо дернуть один раз потом нащупать здесь дополнительный язычок фиксатора и уже поднимать как открывается капот у вайпера если вы встретите такую машину на улице вы можете без проблем абсолютно открыть любой капот на любом вайпере просовывайте руку вот сюда за номерной знак тяните на себя рычажок пожалуйста капот открыт обратите внимание вот на эту ноздрю это просто впуск воздуха уже в воздушный фильтр смотрите вот он взял воздушного фильтра открыт всем ветрам всем насекомым и всем потоком воды на мойках поэтому если вы купите себе вайпер и решите его помыть то попросите мойщиков чтобы они вот это отверстие чем-то закрыли и двигатель не нахлебался воды потому что конечно двигатель это сердце душа ну и в целом то что делает вайпер настолько легендарным в 10 в данном случае его рабочий объем 8,4 литра и наверное вы можете заметить какие же здесь узкие головки блока цилиндров потому что здесь единственный распредвал который через толкатели уже заведует клапанами но очень интересно именно двигатель этой версии 2009 года напомню что мотор самого первого вайпера того из начала 90-х его рабочий объем был ровно 8 литров а мощность 400 лошадиных сил и двигатель был сделан в тесном сотрудничестве с компанией lamborghini которая в те годы но она была тесно связана с концерном chrysler за основу был взят мотор от пикапа от грузовика по сути но вместо чугунного блока сделан алюминиевый это позволило серьезно сэкономить массу но все равно мотор оставался очень тяжелым затем шли годы двигатель модернизировался объем рос сначала 8,3 литра а вот здесь уже 8,4 литра и мощность 608 лошадиных сил но как же так прибавили всего лишь 400 кубиков а мощность увеличилась аж на 208 лошадиных сил тут история гораздо интереснее дело в том что именно для этого поколения гадюки двигатель на доработку был отправлен в компанию макларен и кстати фирма ricardo инженеринг тоже к этому подключилась представляете себе ситуацию середина двухтысячных годов вы работаете в макларен еще десять лет назад вы создали гиперкар макларен f1 у которого под капотом был мотор в 12 мощностью более чем 600 лошадиных сил и при этом этот в 12 атмосферный весил чуть больше двухсот килограммов и вот вам привозят этого динозавра в 10 вы его ставите на весы 300 килограммов с жидкостями тяжеленный двигатель и у него единственный распредвал а у вас уже естественно были головки блока с двумя распредвалами что же делать как же его собственно форсировать тут всего лишь 6000 оборотов это уже ну в общем то лимит и тогда в макларене сделали гениальную вещь потому что они первыми в мире на дорожном моторе с такой компоновкой с такой конструкции умудрились поставить систему изменения фаз газораспределения да да здесь один распредвал толкатели штанги которые там заведуют уже клапанами и при этом система изменения фаз газораспределения поэтому 608 лошадиных сил 6400 оборотов спасибо компании макларен помимо модернизированного двигателя вайпер этого поколения получил и новую коробку передач естественно шестиступенчатую механику но более крепкую ведь крутящий момент вырос до 760 практически ньютон метров а еще что особенно важно для нас дифференциал сзади стал наконец-таки повышенного трения но помимо вот этих интересных конечно и важных цифр и историй но просто посмотрите как это сделано такое ощущение что ну вот кто-то на строительном рынке нарубил себе этих профилей металлических прямоугольных и в гараже все это начал сваривать и скручивать на самом деле такая и была идея сделать простой но при этом супер эффективный halo кар но сейчас это смотрится ну максимально не похоже на то к чему мы привыкли и на не похоже на то о чем я уже рассказывал на канале потому что помните все эти супер технологичные суперкары восьмидесятых годов из японии вот это самый настоящий их антипод здесь есть отдельный радиатор на гидроусилитель руля теплообменник масляный ну видно что машина нагревается но самая сильная нагрев происходит конечно у водителя потому что не смотрите да это ростр здесь печет солнце но самое интересное это выхлоп потому что на этом поколении также как на самом первом он выведен вбок и вот эти пороги они невероятно сильно нагреваются сама коробка тоже очень горячая если заглянуть в салон посмотреть на размеры центрального тоннеля просто гигантского тоже очевидно что от него идет огромный жар а вот эти жабры да они выводят раскаленный воздух из подкапотного пространства и так как ну кузов он весь состоит в общем-то из щелей все это не милосердно засасывается салон в общем если вы хотите всерьез прогреться не ходите в баню прокатитесь в городе за рулем вайпера а еще один интересный факт вот посмотрите сейчас на вайпер как вы думаете насколько этот автомобиль крупный я вам подскажу что он всего лишь на 10 сантиметров на длину вашего смартфона больше чем лада веста а его колесная база точно такая же как у вас 2110 помните этот кургузый седанчик он ведь совсем небольшой и очевидно что такая малая колесная база ну должна не очень хорошо сказываться на управляемости но я не зря сказал что эта машина чертовски эффективная до сих пор именно вайпер остается самым быстрым американцем на нордшляфе в 2017 году он показал время 7 минут 1 секунда а если говорить именно про это поколение то 7 минут 12 секунд естественно не в таком кузове не родстер а купе версия acr которая на 40 процентов жестче чем открытая машина но согласитесь 7 12 это серьезно учитывая какие шины были тогда явно не такие цепкие как в наше время а еще если говорить об эффективности то вайпер был крут не только на гоночных трассах но и в том что касается расходов на производство на весь проект было потрачено всего лишь 80 миллионов долларов это крохи по меркам автомобильной индустрии и один из примеров такой грамотной экономии например тормозные механизмы потому что суппорты спереди и сзади вот эти четырехпоршневые они абсолютно одинаковые ну и важно понимать что по сути единственным электрическим механизмом здесь были вот эти электро замки дверей кстати обратите внимание слышите звук да вот эта ручка вайпера ну и чтобы далеко не ходить вот вы открываете дверь и очень хорошо видите собственно саму структуру автомобиля гигантский просто порог под которым проходит и выпуск и пространственная рама а вот если заглянуть сюда и посмотреть на каких постаментах на каких петлях установлены двери то ну раствор с каким-то гаражным тюнингом становится еще ближе явно не фабричное производство как вам вот это крыло здесь с отверстием тоже из которого наверняка будет идти жар или например крышка багажника открыть который можно только кнопка из ключа и как я уже говорил она очень тяжелая сделано это неспроста чтобы как-то уравновесить ту тяжеленную наковальню спереди поднимаем вот он собственно сам багажник ну кстати не маленькие пару сумок сюда влезет если вы думаете что в вайпере нет шумоизоляции вы ошибаетесь вот она еще один популярный способ утяжелить корму это разместить здесь аккумуляторную батарею но вайпер естественно не было бы сам собой если бы и это было сделано но так как у всех тут же вот пожалуйста рукой я достаю до аккумулятора здесь у него в самом низу естественно тоже чтобы снизить центр масс расположен постамент и вот она батарея удивительно просто можно заглянуть там обслужить ее не знаю электролит поменять но самое интересное что здесь видно через вот эти отверстия в бампере это просто чудовищного размера задний редуктор который наверное можно поставить на пятитонный грузовик и он выдержит но и отсюда очень хорошо видно как собственно сварены подрамники и вот это та самая пространственная рама сварен она не очень на мой взгляд но при этом с точки зрения аэродинамики машина-то проработана здесь есть диффузор который вот с этими закрыл очками успокаивает воздушный поток а если заглянуть туда вперед будет заметно что днище абсолютно плоская ground effect черт возьми ну и само собой при такой экономии средств и веса естественно привод мягкой крыши здесь исключительно мускульный вот он рычажок а мы теперь его кстати откроем из багажника это тоже очень важно видите я неопытный пользователь вайпера чтобы поднять крышу на ходу вам нужно соответственно открыть багажник не знаю у кого длинные руки наверное смогут это сделать поднимаете крышку и затем с помощью опять-таки мускульные силы вы здесь отводите рычажок и вуаля поднимаете капюшон мы сейчас прикроем багажник чтобы вы могли видеть силуэт вайпера с поднятым мягким верхом пластиковый капот тоже прикрываем согласитесь есть что-то в нем от дрэкстеров таких старых да очень широкая филейная часть поджарая передняя и надо заметить что в профиль вот этот поднятый вверх он тоже делает образ вайпера очень узнаваемым и очень интересным а ведь мало какой открытой машине подходит вот такой поднятый колпак но это явно не случай вайпера но еще хочу вас обратить ваше внимание на вот эти линии передних крыльев да тоже очень мускулистая в общем с точки зрения визуального эффекта вайпер это определенно автомобиль из ряда вон ну и как мы с вами уже убедились с точки зрения конструкции технологии тоже и совершенно очевидно что за рулем нас ждут аналогичные эмоции во всяком случае в том что касается термообработки водителя поехали прокатимся жалко что сегодня плюс 30 с другой стороны так мы получим максимум эмоций но естественно перед тем как ехать надо вот этот черный колпак крыши спрятать обратно давайте не будем спешить осмотримся в салоне слышите как жужжит электромотор как у какой-нибудь современной porsche типа 911 992 широченный порог очень-очень горячий когда ты переносишь через него ногу надо быть аккуратнее потому что икру действительно легко подпалить закрывается все ну кстати достаточно мягко салон здесь перешит поэтому руль вот с этой мягкой кожей наверное вроде что напы и алькантары это уже не заводская история что можно сказать лучше не прислоняться к центральному тоннелю он тоже невероятно горячий вот это кольцо сверху очень сильно нагрето боковые стенки тоже раскалены это настоящая духовка несмотря на то что здесь у меня открытая вроде бы крыша сейчас дует приятный ветерок ничего абсолютно не продувается зато в салон отлично попадает горячий воздух из-под капота видели когда-нибудь ключ от вайпера вот посмотрите он такой с гадюкой с зубами с клыками что здесь у нас парочка кнопок стеклоподъемников утапливающаяся розетка на 12 вольт дополнительные приборы магнитола простая система с кондиционером и все но главное что прямо по центру тахометра у которого уже 6 практически тысяч красная зона в 10 объемом 8,4 литра явно не любит очень большие обороты да и к чему они ему если здесь 760 крутящего давайте разбудим этот знаменитый мотор тем более что сам ритуал запуска он не совсем стандартный сначала ты поворачиваешь ключ включается зажигание а затем нужно нажать кнопку стартера очень очень тугое сцепление как будто сначала заработал пускачь и только затем пробудился мотор он даже немножко покачивает автомобиль гигантский двигатель что из дополнительных приборов давление масла температура масла антифриз и вольтметр в все достаточно просто главная проблема что у нас уже не так много топлива но я думаю успею рассказать что же такое гадюка в подмосковье прежде всего забудьте об этом автомобиле как о каком-то прогулочном родстере потому что передвижение в обычной жизни и в обычных условиях это настоящая работа и даже я бы сказал неприятная работа тяжелая грязная и потная потому что еще раз повторюсь здесь невероятно жарко это гадюка не жалит это гадюка жарит само собой проблем с тягой абсолютно никаких несмотря на очень длинные передачи например на шестой на двух тысячах оборотов здесь будет уже сто восемьдесят километров в час для сравнения на моей мазде мкс 5 будет восемьдесят километров в час то есть соточка разницы поэтому управление тягой на мой взгляд здесь очень хорошая а к тому что здесь невероятно длинноходная и супер тяжелая педаль сцепления можно отнестись философски этому двигателю достаточно хоть какой бы то ни было включенной передачи вот сейчас у нас третья вполне нормально на ней можно ехать от нуля до бесконечности мне очень нравятся отклики на нажатие педали газа прям самого низа прямые линейные чуть утопил сразу вайпер начинает тебя подталкивать этим валом крутящего момента едет едет 3 500 4505 самое настоящее на высоких оборотах вторая ты прям чувствуешь какую лавину это абсолютно безумный автомобиль с учетом того какая огромная тяга здесь на задней оси на задних колесах сумасшествие чуть-чуть ты передавил педаль газа в повороте и сразу ловишь пауэр слайд уууу да здесь есть стеклоподъемники а на вайпере первого поколения я напомню что стекол то и не было это были просто прозрачные полиэтиленовые детальки которые ты должен был к двери ну вручную пристыковать как бы странно это не звучало но этот гигантский двигатель раскрывается на высоких относительно высоких оборотах после четырех с половиной тысяч педаль газа превращается в какой-то оголенный нерв и малейшее прикосновение к ней сразу вызывает уход задних колес в пробуксовку вторая повернул то есть вы понимаете что нормально ездить на этом вайпере ну просто невозможно если ты хочешь как-то быстро куда-то спешить то в любом случае ты будешь постоянно бороться с этими возникающими пауэр слайдами надо заметить что переключение передач на этой коробке тремик оно такое настоящее мужское можно не всегда попасть в нужную передачу потому что ход выбора очень короткий между 3 и 5 буквально какие-то миллиметры периодически я попадаю не туда но надо ли повторять что вайперу по большому счету все равно я теперь прекрасно понимаю почему владелец этого автомобиля говорит что обычно ездит две две с половиной тысячи оборотов потому что действительно до этого уровня вайпер кажется абсолютно ручным каким-то зверем могучим но при этом добрым который может тебя защитить и за счет своей мощности за счет своей тяги вытащить тебя из какой-то передряги но если перейти эту границу то гадюка жалит очень хорошо что инженеры когда настраивали этот автомобиль они понимали какое по-настоящему грозное оружие они выпускают на дороге общего пользования поэтому вот эти заносы они возникают ну предсказуемо и прогнозируемо и вести вайпер в скольжении не так и сложно да у него выворот не очень большой но в целом не резко машина срывается в занос стабилизируется достаточно мягко это очень хорошая настройка для автомобиля с таким зарядом без системы стабилизации на самом деле свой нрав вайпер показывает уже напрямую достаточно увеличить скорость набрать например 120 130 140 километров в час и уже начинаются определенные траекторные отклонения ты понимаешь что машина норовистая машина себе на уме и здесь всегда нужна уверенная рука знающая что с ней делать кстати сейчас по моим развивающимся волосам вы можете понять как сильно вот этот противослончный козырек регулирует уровень аэродинамики в салоне то есть если поднять его повыше то воздух будет заходить сбоку и совсем уже по-другому развивать твою причесочку если его опустить видите уже в переднюю часть головы очень удобно активная аэродинамика управляемая аэродинамика но давайте все таки панамочку я специально подходящую для ростеров надену и продолжим рассказ ну что же с разгоном с тягой с переключениями все понятно это действительно работа ты понимаешь что у тебя огромный заряд и тебе нужно им управлять никто за тебя не сделает здесь перегазовку а если на понижении ты резко отпустишь педаль сцепления жди занос и я прекрасно теперь понимаю владельца почему он не захотел ехать через город потому что это просто пытка невероятно жарко невероятно много усилий очень специфическая очень своеобразная машина но разве не этого мы от нее и ждали с такой невероятной конструкции с такой не похожей ни на кого конструкции она и обязана быть настолько непохожей на других на ходу может ли человек без каких-то устойчивых контраварийных навыков навыков езды на мощной заднеприводной машине управлять таким вайпером да в сухой летний день конечно может если ему хватит благоразумие не поднимать стрелку тахометра выше 3000 оборотов и не быть агрессивным с педалью газа в поворотах тогда почему нет тогда он сможет получить удовольствие от приятных очень ровных реакций на невысокой скорости кажется что вайпер настроен очень слитно очень собранно и кажется что вот эта пространственная рама она дает ему достаточную жесткость но как только ты даешь этой гадюки задачку посерьезнее то понимаешь что все немного меняется казавшиеся поначалу довольно спокойными реакции неожиданно становятся очень острыми и тут ты начинаешь замечать раз согласование между передней подвеской и задней передок уже поворачивает а корма приходит такой второй волной вот это толстая увесистая корма и на самом деле даже без скольжения без того чтобы заранее машину поставить боком пройти поворот ну даже где-то рискованнее и сложнее очень требует точных уверенных навыков этот ростер давай без скольжений снос безопасный power slide на выходе и гоним дальше тоже кстати хорошая история когда без провокации просто при переборе скорости машина явно уходит с но с передними колесами не пытается развернуться у нас спереди ширина шин 275 миллиметров на 30 18 диаметра а сзади уверенные 345 на 30 19 и если вы посмотрите то точно такой же размер шин есть помимо вайпера только у ferrari 550 больше никто и никогда такой размер шин не использовал вы знаете я сейчас полностью удовлетворен этим автомобилем и теми эмоциями которые он дает абсолютное соответствие формы и содержания потому что когда я ездил на рэме srt помните тоже безумный монструозный пикап мне не хватило безумия потому что кажется что вау вот это должно быть что-то совершенно невероятное нет достаточно спокойная машина на которой ну ехать не то чтобы очень интересно разве только звук слушать а вот вайпер мое почтение это именно то что нужно этот автомобиль всегда держит тебя в напряжении здесь абсолютно невозможно отдохнуть и расслабиться на низкой скорости ты поджариваешься от выхлопа а на высокой тебя уже держит напряжение вот эти палатки мне очень нравится это самый наверное мужской автомобиль который только можно себе представить ну в понятном смысле я думаю что говорить о плавности хода нет никакого смысла потому что здесь в целом и нет никакой плавности хода жесткий автомобиль жесткие подвески и вы знаете мне очень интересно как едет закрытый вариант как едет купе потому что вот это согласование кинематики передней и задних подвесок во многом связано с тем что ну просто не хватает жесткости кузова накручения ну ты хорошо замечаешь что машина податливая машина играет просто на высокой скорости ей не хватает точности купе должно быть совсем совсем другим но потому что вот с таким характером проехать даже 7-12 на нотшляйфе абсолютно невозможно можно только разбиться но если вы думаете какой автомобиль за 5-6 миллионов рублей может дать вам максимум ощущений максимум необычного додж вайпер откройте автору там сейчас продажи сразу пять машин причем есть парочка прям ранних одна девяносто четвертого года другая ну условно ранее девяносто девятого которые на мой взгляд были еще менее прическими потому что все-таки согласитесь потихонечку дорабатывался не только двигатель но и подвески и кстати важный плюс вайпера в том что запчасти к нему стоит очень очень дешево детали подвесок 30 100 долларов какая-нибудь шаровая рулевой наконечник да понятно что все это нужно заказывать наличие ничего нет но присылают вы знаете присылают поэтому я оставляю поиск по вайперам в описании обязательно переходите потому что просто разглядывать эти автомобили узнавать их судьбу как они оказались в россии что они сделали в конце концов уже очень интересно ну а еще каждый ваш клик помогает мне развивать канал и он очень важен для того чтобы вся эта наша с вами история энциклопедии интересных автомобилей в движении она продолжалась ну и напоследок давайте еще раз пропитаемся ездовой атмосферой вайпера вход поворот третья передача три с половиной четыре аккуратно мягче с реакциями мягче с рулем чтобы не сорвать задние колеса скольжения четвертое торможение перегазовка третья кстати я не сказал про тормоза эти четырех поршневые механизмы по кругу просто великолепны очень хорошее усилие на педали ты все прекрасно понимаешь ухо сейчас сама карма здесь подыграла у нас на дуге на разгрузе неплохие неплохие реакции если ты привыкаешь к вот этой раздвоенности ты уже знаешь ухо-хо-хо вот сейчас было прям резко нет надо держать руки востро очень-очень внимательно у невероятно цельный и самобытный получился автомобиль именно таким он и должен быть вайпер однозначно входит на вершины всех рейтингов самых правильных таких честных спорткаров которые неплохо настроены вовсе нет что здесь плохого здесь все понятно которые настроены так чтобы человек который понимает как себя эта машина будет вести мог найти с ней общий язык и ехать действительно быстро да у него есть свои особенности безусловно связанные вот с тем что у нас над головой сейчас голубое небо но я думаю что с кузовом купе это прям будет самый настоящий очень честный спорткар из прошлого и то что он до сих пор остается самым быстрым американцем на норчлайфе это говорит о многом вайпер ты настоящий и не даром ему дано такое имя это гадюка которая тебя обязательно ужалит если ты не знаешь как с ней обращаться ну а если ты смог с ней совладать то ты понимаешь какой уровень эмоций это обладание тебе дает спасибо что вместе со мной укрощали эту змею это был во всех смыслах очень жаркий поединок и я надеюсь он вам понравился увидимся через неделю счастливо